Доброе утро, мои хорошие! Моё сегодняшнее утро началось с монтажа. А ещё я была шокирована тем, что вчера я помыла полы, вылизала всё. Теперь опять всё в пыли из-за этого ужасного ветра. Ну что за несправедливость, а? Моему счастью нет предела. Правда, не так, как в прошлый раз. В прошлый раз я вообще не знала, куда сунуться от счастья. Но Ши Ин наконец-то пришёл мне заказ. А ещё мне безумно нравится доставка. В этот раз был Арамекс. И мне он нравится абсолютно на все 100%. Даже не сравнится с почтой России. Обожаю сайты, которые именно транспортными компаниями отправляют свои заказы. Блин, надо иметь такую силу воли, что рядом с тобой твоя посылочка. Тебе хочется открыть, посмотреть, всё ли на месте, какие вещи пришли. Но ты не можешь это сделать, потому что хочешь первое впечатление запечатлеть на видео. Я думаю, на самом деле, что эта распаковка выйдет не настолько быстро. Потому что мне нужно отдать платье, которое я заказала для Шелли ей. Она померяет, снимет видео в этом платье. И этот кусочек я должна вставить в своё видео. Поэтому в ближайшие, наверное, 3-4 дня это видео не ждите. И мне придётся эти вещи тоже не мерить, чтобы не спалиться. А вообще, это очень большой заказ. Там на 90, по-моему, долларов. Там есть кое-что и для мамы. Должен быть костюмчик и очень крутое платье. Она тоже померяет. Я вам засниму. Хочу это всё сделать качественно. Потому что большинство вещей, заказанных там, это были не просто мои прихоти, а действительно нужные вещи. Например, бюстгальтеры без лямок, всякие топики. В общем, много чего интересного. Это всё я пересматриваю через приложение, прикиньте. Я уже 3 заказа заказываю только одежду. И даже не обратила внимания, что кроме одежды есть куча всего. И здесь кисти очень классные. Обязательно закажу в следующий раз. Следующий заказ мой обязательно будет. А этот набор, посмотрите, какой огромный. Стопудово качественный. Я чувствую это. Я чувствую, что он качественный. Гениально, не правда ли? Ну, я думаю, говорить вам не нужно. Вы и так, и так знаете, что я всегда на стиле. Эти рюшечки. Одеваюсь вот так и иду в супермаркет вниз спускаться. И, кстати, у этой кофточки есть история. Я однажды просто вот так вот плакала. Прикиньте, стушью. И здесь было пятно, которое не отмывалось. Сейчас уже прошло. Не знаю, чудо это или моя стиралка такая крутая. Так, сейчас покажу вам покупки. Взяла салфетки в большом объеме. И что, подешевле. Туалетная бумага у нас закончилась. Взяла сосисочки для Твикса. Корм, который ему нравится, к сожалению, не было. Такую штуку взяла. Не знаю, что это. Здесь есть морковка. Вроде как что-то острое. Хотя я не особый любитель всего этого. Попробуем. Вот такие два мармелада. Или как правильно называются штуки для мукбанка. Для бабушки взяла тархунчик ее любимый. Круасанчики. Йогурт чудо. Бананы переспелые. Я обожаю переспелые бананы. Хотя они стоили так же, как и обычные желтые. Когда они в таком состоянии. Внутри это просто божественная глазурь. Мне так нравится. Как увидела, сразу схватила. Взяла два, потому что у меня бабушка не любит бананы. Огурчики. Помидорка. И таблетки для бабушки из аптеки. Вы, наверное, спросите, почему же ты пускаешь его на балкон после происшествия с Сонечкой. Ребят, сказать очень просто. Он просится, мяукает. Это просто не успокоит. Сидит около этой двери и начинает мяу, 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 мяу. Ребят, я попробовала эту штуку. Это безумно вкусно. Очень понравилось. Я даже передумала снимать сладкий мукбанг. Хочу себе сделать яичницу с помидорами. И еще закусывать этим. Растапливаю сливочное масло. Буду готовить, как это делал в детстве мой отец. Хорошенько тушу один большой помидор. И добавляю щепотку соли. А теперь два яйца заливаем сюда. Я тут вам прям мини-рецепт снимаю. Ну все, получилась яичница моей мечты. Берем хлебушек, окунаем и едим. Гляньте просто, как все это аппетитно выглядит. И после того, как я все разложила, налила себе чай, я вспомнила, что оказывается, я не накрасилась. Обычно после снятия мукбанга я просто минут 10 лежу на кровати либо читаю ваши комментарии. В основном это положительный, хороший комментарий, за что вам огромное спасибо. Но иногда и бывают вот такие. Сюзанна Керимова задает вопрос, хотела сказать. Пишет комментарий. Взрослая девочка, пора уже своими детьми обзавестись, ерундой страдает. А с чего вы взяли, дорогая моя Сюзанна, что мне уже пора заводить детей? Можно подумать, мне лет 35 и все, уже сроки поджимают. А даже если и так каждый человек сам вправе выбирать, когда именно ему заводить детей, да и вообще есть люди, которые всю жизнь хотят посвятить себе и вообще не заводить детей, и что вы пойдете и начнете обкидывать камнями таких людей? Это выбор каждого человека. Для меня очень важно иметь какую-то почву под ногами, иметь квартиру, машину, какой-то стабильный доход. Просто так завести детей это легче простого. Конечно, дети это счастье, в дальнейшем я планирую их заводить. Но если вы счастливы, например, у вас появился ребенок в 17 лет, в 18 вы родили еще одного, в 19 еще одного, и вы обожаете своих детей и хорошо живете, вас мужчина обеспечивает, и вы думаете, что всегда будет так, я безумно рада за вас. Но мне кажется, некоторым людям реально нужно поработать над толерантностью. Вы заходите слишком далеко. И не только это в интернете. Вот проблема в том, что это не только в интернете, но ты, например, идешь на чей-то день рождения, или, например, на свадьбу. Я знаю одну пару, им постоянно задают вопрос, а когда дети? А почему нет детей? Они поженились два года назад. И к чему такие вопросы, я не понимаю. Они просто хотят попутешествовать, пожить для себя. Но, к сожалению, этот коронавирус не дает, конечно, возможности нормально путешествовать. Но в любом случае, это выбор человека. Если даже человек вообще не хочет детей, всю жизнь хочет прожить для себя, вы не имеете права об этом вот так вот тыкать. Я, кстати, забыла вам вообще сказать, что я сегодня иду в гости к Жалим. Купила бананы и мороженое. И с моей куриной памятью, как вы думаете, сразу найду, где она живет. У нее просто дом в таком офигенном месте находится. Сейчас вам адрес спалю, да, прям рядом с метро. Очень близко место расположения, просто бомба. Вот, и сейчас постараюсь найти это место. Надеюсь, что удачно. Ну все, я уже на месте. Говорила своей подружайке, что это... Что я тебе говорила? А, ну не готовься, ничего не надо. Все равно здесь поляна накрытая, Жаля сидит голодная. Ждала ее, она говорит, что я есть не буду. Тебя так видно? Да. А вы потом говорите, что Айка много ест. Она ничего не ест. Я много ем и заставляю ее. Да, я просто дома мукбанк сняла и пришла сюда. Вот, так что вот так вот. Кстати, фотосессия на этом диване. Потом мне пришлось эту фотографию удалить, прикинь. Почему? Потому что у меня педикюр был не очень аккуратный, а мои подписчики всегда все замечают. Всех же он всегда аккуратный. Да. Вкусные бананчики, клубничка. Уже мы, конечно, здесь попили чай, пообсуждали туда-сюда. И я уже, наверное, вам мозолю глаза со своим вот этим вот видом. Но мне настолько нравится этот прикид. Еще на улице такой ветер, прям самое то. В такую погоду с вот таким вот прикидом. Коротенькие шортики, кажется, платьем. Просто вау. Как это попалось сюда? Непонятно. Это просто бюстгальтер я притащила сюда. Я сказала, что я есть не буду, но настоящая подруга знает, что ты любишь. Колбаска. И, конечно же, оливки. Они, правда, с косточкой, но очень вкусные. Бья буррельс. Жалей спускается в супермаркет. Нет, почему очень даже красиво? Сейчас такой цветочный орнамент, очень даже моде. Я не в этом же. Мне кажется, ты напоминаешь Ксению Собчак. Она всегда так одевается. И все такие, типа, тренд модно. Стильная, молодежная, модная. За хлебом туда и обратно нормально. В магаз лучше этого и не надо. Помада ужас у меня размазалась. Такое ощущение, что, не знаю, кто-то мне дал леща, причем жестко. Не знаю теперь, как это стереть. Но самое главное, что у нас на улице можно ходить в масках. Поэтому я пойду в маски и ничего заметно не будет. Пыталась исправить ситуацию, но что-то нифига. А, кстати, с 1 июня вроде как выходит новый закон, по которому мы можем ходить на улице без маски. Это очень круто. Несмотря на всю эту поляну, Жалил кушает творог. Чем помогает творог нам? Моим мышцам, кстати, еще больше. То есть ты всем рекомендуешь, да? Конечно. Кто занимается спортом? Рекомендую. Ивановка. До 5%. А я рекомендую вот это и вот это. Ну все, я иду домой. Я уже дома успела посидеть, погонять чаи с бабушкой, поболтать о том о сём, вспомнить её молодость, как обстояли дела там. Мама иногда говорит, бабушка рассказывает одну историю 8 раз. Я говорю, мам, я не в возрасте бабушки, но я тоже на мукбанках одну и ту же историю рассказываю по 3 раза. И мама так поворачивается ко мне и говорит, вся в бабушку. Но проблема в том, что ей 80 лет, нет, 90 лет. А тебе 20 с хвостиком, понимаете? Ну ничего, зато мы не придумываем истории. Вот некоторые возмущаются на мукбанках, что ты рассказываешь одни и те же истории несколько раз. Вот давайте на минуточку задумаемся. Если бы я придумывала бы эти истории, то я бы просто не запомнила. И не смогла бы рассказать в точности, в деталях, как рассказывала до этого. Ну да ладно, в общем, я сейчас буду купаться, приводить себя в порядок. Хотела сегодня переделать ноготочки, но, наверное, это останется уже на завтра. Хочу рано ложиться и рано вставать. Время сейчас вам, правда, не видно, отсвечивает. Время 21.06. Я думаю, в 10 часов идеальное время, чтобы засыпать. А потом завтра в 7 или где-то в 8 вставать. То есть нужно восстановить свой режим. Чем я, собственно говоря, занимаюсь. А вот так вот я принимаю ванную. В теплой обстановке на балконе. К сожалению, испортился опять комби. Я позвонила папе, сказал, как это можно починить. Он сказал, просто понажимай на кнопки. Вот нажимаю. Что-то меняется? Нет. За последний год эта штука у нас портилась, точнее ломалась где-то 5 раз. И каждый раз приходил специалист и где-то 2-3 тысячи забирал и говорил, все, готово, я починил. Я его не пускаю. Смотрите, что он делает. Пытается выбраться, пытается сломать эту сетку. Что за дурачок, а? Сможешь починить комби? Если сможешь починить, я тебя пущу. Он обожает улицу, обожает свежий воздух. Сладишь, мамина, съесть тебя. Короче, как бы печально это ни звучало, придется идти спать без приема ванной. Жаль. А я такой фильм нашла смотреть в ванной лежа. Такой вот у нас вид ночью. Красиво. Красиво.